не верим и гене завидуем солнечной завистью я сама не верю но это еще не все погоды скажем да летняя но не летняя но вот такая хорошая но зачем я такая грешная сегодня взялась и перед тем как взяться и это делать сама себя постаралась убедить сама себя стала ругать сердится на саму сибу все-таки сделала арнак как увидела арнак проснулся сразу взялась и говорю сынок ты сильный как твоя мама возьми этот огромный ковер который перед глазом уже просит мойте меня и давай во двор во дворе ковер сейчас стоит и ждет свою хозяйку чистильщицу уже замочила что еще сделала хлорок все что нужно дело в том мы купили пылесос но этот пылесос мы еще не открыли и этот пылесос частичками моет то есть маленькие пространства моет у меня там еще маленький ковер пылесос откроем вместе познакомимся не знаю какой он из себя но сразу подумала такой большой ковер если не я кто же а ведь у меня уже опыт я ковер мыла и целую неделю не могла с места двигаться и спина и ноги все болела но есть то что она ведь виновница она на этот ковер написала написала и хочет чтобы я физ зарядку сделала вот и буду делать физ зарядку хочешь кофе поставишь выпью сил наберусь хотя я уже сама по себе сама очень сильно решила делаю длинная история если я не сделаю так как я хочу мне не понравится результат и буду плакать так что мойки ковра быть ура друзья товарищи и зимой кто моет ковер зимой и гене это вы спрашиваете вопросы от зрителей кто моет ковер и молодец и гене но зимой не стоило простудитесь да если неделю меня не увидите значит история повторяется а мод это бедная просыпается ночью летом она привыкла присядем девочки летом привыкла у нас дверь открыта она выходила по своим делам делала и так сейчас приучаем в той стороне домика но по домика это домик по сравнению с некоторыми домами закрываем дверь потому что ночью холодно и она очень умная подходит спрашивает хочу во двор хочу во двор наверное просыпалась мы не слышали никто не слышал она взяла и на ковер вот такая грешная история ну что муж сердится говорю мы же привыкли у нас пятеро всех чистили блестели и там когда из памперса их выводила но естественно в трусиках столько этого чистила сколько ковров мыла и это помою и пусть будет что будет ну а пока ты кофе ставишь я пойду полипед принесу эту швабру швабру так хорошо пройдусь разок еще шлангом пройдусь еще шваброй пройдусь сыну скажу прокрутит и ковер будем сушить а это потом посмотрела прогноз погоды целых наверное пять дней будет очень теплая думала подумала то есть это мой шанс если я сейчас это не сделаю уже никогда не сделаю и жалею уже жалею вода холодная была мне сапожки нужно купить специальные резиновые для ковра для мойки ковров специальные наверное продают а кино не надо так не делайте этого но кофе хочу делать кофе выпью и нападу на ковер с какой красивой пенкой кофе поставил наш мистер сегодня у мужа была шоковая ситуация девочки плакать будете расскажу бедный попросил пельмени всем в миски нормальные такие пельмени положила мацун достала и бэк что-то потерял на урок пианино ходил книжку искал и пельмени поставила на стол и пошла искать книжку ищу 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 и слышу там какие-то недо недовольные бурчания слышу этого нету что-то не понимаю он о чем но понимаю что он чем-то недоволен пришла говорю что случилось что случилось дорогой почему тебе такая паника говорит пельмени положила вилки нету перец где так жалко его стало сразу обняла успокоила показала место где находится вилка перец шкафчик открыл здесь перцы здесь вилки ну немножко пожалела его говорит да еще и миска такая глубокая тут вообще у него шок был наверное из-за миски потом соли попросил принесла соль открыл коробочку такую крупную соль как буду пользоваться говорю если так сделаешь немножко пальцами соль быстро растворяется она такая как женщина быстро растворяется когда ее поливают и жалко было и конечно состояние было не из легких но он справился взял в руки вилку сам поперчил мацун сам налил и сам съел в самом конце в общем пошутили посмеялись да и тебя не было около стола сразу сказал бы ты из-за этого и злился и не шучу он он не сидит один за столом дочка быстро поела ушла потому что бэка должна была в общем Люси не хотела а Арнак еще спал и он как он может сидеть один за столом и вилки нету с ним компанию поддержать перца нету но самое главное меня не было сейчас он на 4 дня уезжает уже паника начинается хорошо что дочки старшие дочки старшая и младшая вместе с ним компания будет ну дочки очень такие веселые поддерживают всегда за папу все для папы комнату взяли дом взяли там будут дочка по домашнему будет ухаживать домашнюю еду будут кушать так что как-нибудь продержишься он сильный весь в меня сладкого нету столько сего планировала сегодня а взяла и ковер мою что за глупость так сижусь кстати выяснилось что такое какие посылки забытые или потерявшие посылки спрашивала в вчерашнем видео писали почему вы не делаете да 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 поняв что это вряд ли сделаем честно говоря у нас контента хватает просто покупать что-то чтобы контент создать или просмотры как будто взять уже мы сами по себе по натуральному все делаем что мне нужно покупаю делюсь куда едем вы с нами что готовлю вы с нами так что этот формат у нас не будет не ждите еще спрашивали идите бесплатная еда я не знаю где дают бесплатную еду и кому это дают не всем это ведь так если так все никто не будет ничего покупать пойдет заберет этого тоже не знаю где это берут писали почему не забираете или где вы забираете бесплатную еду покажите нам хорошо было бы если бесплатно было но все так задорожало не хочу про это говорить окей не буду про это говорить пью и нападаю на ковер честное слово а сейчас я в кофе настрою я в кофе настрою на всякий на всякий шучу он меня бьет знаете это когда покупали хорошо подготовлены когда здесь начались эти бойни вроде бы спасают жизни чернокожих такое движение было шли по улицам все сжигали ломали и тому подобное в общем все подумали пришел конец и несколько оружий купили во всех комнатах эти бейсбольные в этой под кроватью и на всякий случай всех подготовили детей если вдруг ночью или днем какие то не знаю спасители чернокожих жизней придут и начнут в общем разбой делать берем бейсбольные биты однако ты ружья его оборужил в руки и начинаем в общем уничтожать до тех пор у нас с тех пор то есть у нас во всех комнатах и наверное эти люди пришли почистить почему то сняли из под кровати наверное хотели там почистить там у нас еще и этот автомат почему автомат не сняли в общем мы хорошо подготовлены к нам не надо с плохими намерениями смешно было сейчас смеемся но в то время очень даже паника в воздухе такая паничная ситуация и воздух был нехороший а до сих пор нехороший только не думаю что этим у кого то спасешь ну на всякий случай пусть будет почему бы и нет только что муж увидел говорит давай это в багажнике положу почему заходит кому то машину изуродовать очень хороший инструмент здесь так нелегко было время нашу машину в старом доме несколько раз и окна кто то то есть мы знаем кто парбрис и под шинами гвозди ставили ну переехали уже успокоились эти люди всякие люди вот это хотела сказать говорю люди ну это наверное и женщина была страшная переехали спаслись в общем не хочу многое рассказать могла бы но уверена все за нами следят не хочу чтобы у них неприятные ощущения были чтобы они знали что мы знаем им это неприятно будет но есть разные люди есть подальше от таких а 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 маленькая была так любила этот процесс всегда хотела чтобы бабушка дала эту швабру чтобы я хотя бы несколько раз так делала а а сейчас готова дать швабру кто хочет кому хочет кто захочет хе-хе-хе просто удаляю уже хорошо почистила ведь вы не знаете или не видели что я до этого делала весь ковер обработала разными эээ химикатами хм мы сапожки нравятся ну напомнил говорит одень мои сапожки сапожки хе-хе он их сапожками хе-хе-хе Это когда едем на Маммотлэк, на сноу, на снег, это не его сапожки, у меня таких нету, таких стыдных. Нигде раз пройдут, швабры, а выключай. Думаю, взять те тоже промыть, но потом думаю, я еще горячее, не чувствую ничего, может потом решу. Ну, Тиан, сегодня пылесос открываем, мой маленький ковер хочу почистить, то, что у меня на кухне обычно лежит. Хочу это, хочу все почистить, честно говоря, хочу от всего избавиться, оставить дом таким немножко полупустым, и потом уже сосредоточиться, что куда. Хочет, наверное, помочь, но она уже свое дело сделала. Спасибо, не надо. Всегда она готова помочь. Че хамесе джюра, как то джюра, на? Чикарили, чикарили. У нее там вода чистая, пришла, эту воду везла. Носи тхунавура, где надо? Это не выживание! Это не выживание! Это не выживание! Не захочет эту воду! Ух, почти закончил его! Арамджан, захочешь искупаться! Как хорошо моете! Сказала, а ну-ка, отойди, женщина! Сломаешься! И перешел к делу! Пять детей, если хочет, очень даже может! Вот только проблемы в основном бывают с вилкой! Не может найти! И вообще, ничего не может найти! Арам, это хорошая физзарядка! Говорят, от живота избавляет! Поберем, девочка! Ой, а где ваш живот? Оператор! Назакавлен! Говорят, вода обратно приходит! А я этой штукой воду ударяю! Лишь коллективная работа у нас будет! Окей, девочки, не мешайте! Мы сейчас романтический ковер чистим! Но чистим ковер по-романтическому! Передай мне воду, дорогой! Он передается вот так! Видите, какие мы добрые люди! Мы даже искусственную траву поливаем! Идите! Искусственная трава тоже трава! Альма! А там кто-то отдыхает, спит себе! Все! Мы свою миссию закончили! Ковер окажется чистый, блистый! Все! Уходим! Уходим на заслуженный отдых! Пока солнышко светит, пусть постоит! К вечеру орноку скажу! Прокрутит! Пусть немножко так постоит! А завтра опять откроем! Пусть сушится! Садовник не пришел! То есть пришел, но не почистил! Передний дворик почистил! Очень сильные ветры у нас бывают! Наверное, подумал, все равно почищу! Опять грязный станет! Правильно сделаем! Но сейчас у нас накопление! Неважно, хотела во дворе рыбу пожарить! Посмотрим, как день пройдет! Кто делает, кто идет на санаторию! Такая очень чистая армянская поговорка есть! Кто-то трудится, а кто-то сотворяет или натворяет что-то и сам идет в санаторию! Что-то в этом роде! Посидим немножко! Отдохнем! Хорошо потренировались! Не можем жаловаться! И пройдусь на кухню! Пылесос открываем сегодня! Маленький ковер тоже хочу! Чтоб ты почистил! Так хорошо чистит! Лучше меня! Попробуй! Подсластила! Даже кофе не выпили! Так про ковер обеспокоилась! Сижу не хочу двигаться! Так рано уже приселась! Обычно так рано не сажусь! Но поленешься и состаришься! Эх! Она не ленится! Она никогда не состарится! Там избавляюсь от ящиков! Там ящики привозят! Из серии что купила? Вот это забытые посылки! Это точно забытые посылки! Что купила Эгене уже не помнит! Дочка в магазин! То есть... Of course it's cheap around Amazon! Пошла в магазин! Значит наши стикер, этикетки! Закваску будем продавать! Наверное со следующей недели! Не знаю! Несколько что-то отсутствует! Закваску уже подсушила! Измельчила! Все готово! Подождите! Покажу наши эти самые этикетки! У меня она, кстати, есть! Значит... Заказали такие овальные! По-моему, очень даже красивые получились! Они совершенно случайно, по ошибке сделали эти сначала! Квадратные, прямоугольные! Потом мы сказали, мы ведь такие заказали! Эти нам бесплатно дали! Тысячи с чем-то! Этикеток! Ну да! Это готово! Пакетики, в которых буду отправлять, тоже готовы! Сегодня заказала... Арам, скажи... Эмвелопс! Цираж! Конверты! Красные конверты заказала! Красивые! Дочку вчера послала... Мы, по ходу, заготавливаем все! Послала почтовый офис! Сказали, что по всему миру пересылка есть! Как оказалось, по всему миру пересылают! Очень дорого! Это тоже проверили! Просто хочу показать! Будем... 20 граммов закваски сушеной! Обычно даже меньше, 10 граммов высылают! Потому что даже если 3-4 грамма у вас есть, можете сделать большое количество закваски! Что это? Hello? 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 Еще по какому языку сказать? Подумали, это не... Подумали, это не наш человек! Окей, дочке, я отвечу! Хотели сначала в таких целлофановых пакетах! Потом... То есть, может и надежный, но не нравится! Как это... Как будто ткань какая-то! В общем... Просто хочу показать, как это будет выглядеть! Когда закажете, получите! Очень даже надежный! Зачем я хочу в этих? Муж хочет! А я говорю, хочу, чтобы красивые красные конверты были! Ух! Очень надежные эти! В этих что мы высылали, Арам? Это... А эти остались давным-давно из нашего другого бизнеса! Не помню! Всякое высылали! В таких пакетах будем высылать заквасочку! Воду и муку! На канале уже показывала, как оживить сушеную закваску и как засушить и сохранить закваску на многие года! Конечно, покажу еще раз, как... В общем, 20 граммов в такой закваске будем высылать! Но не в таких пакетах! Цену еще не решили! Над этим трудимся! Но хочу доставку сделать бесплатной! Так что посмотрим! Все-таки конверт всего лишь! Anyway! Это маленькая новость про нашу закваску! Пока больших новостей нету, потому что само тоже что-то маленькое! Но что-то маленькое, которое позволит сделать большие хорошие дела! Вот так вот! Очень рада! И попрошу всех, если будете, даже не обязательно мою закваску, если у кого-то не получается, подсушите и передавайте! Чем больше, тем лучше! Чтобы магазинную не покупали по возможности! Ко мне на классы, мастер-классы хлеба приходили люди, которые работали в пекарнях! Они хлеб пекли! Они приходили к простому человеку, чтобы научиться готовить настоящий, чистый, вкусный хлеб! И когда рассказывали, что там кладут в хлеб, не хочу об этом вообще говорить! Приблизительно! Просто по теме сказала! Да! Не хотим болеть от хлеба! Хлеб должен насытить! Хлеб должен разогреть-согреть! Но не причинять боль! А из-за хлеба очень много болезней! Не хотим про болезни! О! Вспомнила! Как интересно! Пергамент, на котором буду сушить закваску! Эти очень хорошие! Одна зрительница мне прислала такие! Помните, дефицит был! Туалетной бумаги не могли достать! Никакой бумаги не было! Интересно, эта бумага почему стала дефицитом? Пергамент! Что делали, интересно, с этой бумагой? Наверное, пекли! Anyway! Заказала для меня! Очень понравились! И только что закончились! Наверное, месяц назад закончились! А получила где-то больше года назад! Очень хорошо держались! А это что? Не знаю, честно говоря! Альма! Такая грязная стала! О-о-о! Ничего интересного! Матрас-пад для кровати Люсин купила! Новый! Я постоянно в обновительном настроении! Это как на матрас просто наводится! Чтобы матрас не портился! У него какой-то синтетический был! Кровать поправляла! То есть, на стирку простыни удаляла! Мишка говорит! Какой синтетический Люс! Давай поменяем! А я им все равно! Сказала! Мишка, хочешь меняй, мам! Мишка! Взял и купила! Какой толстенький! Вот! И она открывается! Кажется, хорошая! Такую хотела! Мягкую! Почему-то, наверное, неправильную я в прошлый раз купила! Совершенно тонкую! То есть, вы правы! Хорошо шаплится в магазине! Можно дотронуться! Можно увидеть, что я купила! Что покупаешь? По интернету просто взяла и купила захотела! О! Какой хороший! Мягкий! Как будто матрас еще один купила! Извиняюсь! Ха! Хороший! Пусть сама натягивает! Пусть учится с юных лет! Это хорошо! Даже без ковра хорошо! Ага! То есть, мне надо не хочется, чтобы что-то изменилось! Также попрошу, однако, это сюда перевести! По старинным! И еще, знаете, что хочу сделать? Даже в комментариях прочла, что некоторые зрительницы скучают по нашему белому углу! Я тоже скучаю! Здесь дети домашние задания делают! Дети могут и под тем... Под той стеной свои задания сделать! Так что это опять пойдет туда! Это перевернется! А... Кажешь, что наш артист рисует? Постоянно что-то говорит! Так хорошо цвета чувствует! Вообще, не хвалю, но все наши дети хорошо рисуют! У них у всех есть стиль своего рисования! Все по-разному, все очень интересно рисуют! И когда начинает что-то делать, начинает одно и то же, в разных цветах, в разных формах, на разной бумаге, разными маркерами, то же самое! Вот смотрите! Аркадий, а здесь на панели с накалит вас? А серик Ванна! Да! Да! Вчера он сделал! Это... Не знаю! Здесь он живет с вами! Это тоже... И сейчас нам новый работает! Интересно! Арнак тоже так хорошо рисует! У него книжка показывала! Я его спросила, можно показать? Показала! У него такие богатые цвета! Чувства цвета! Очень красивые! Говорю, Арнак, почему? Ну, нарисуй что-то большое, что-то такое, на стену повесим, будем хвастаться у соседей! Говорит, нет, мам, а я думаю, это нехорошо! Ну, по-детски рисую или что-то в этом... Что-то... Это что-то простое! Я говорю, это простое, но это твое! И ты в этом простом стиле очень красиво работаешь! Ведь есть такие великие художники, берут большое полотно и там одну что-то так навяливают, если есть такое слово! И это шедевр! Миллионы долларов стоит! Можно представить себя как великим талантливым кем-то и на полотне вот так что-то встряхнуть! Ну да, все любят! Люсин уже не говорю! Люди очень тонко и... Знаете, как она рисует? Мне не нравится, как она рисует! Она очень чисто все в рамках! Вот так она рисует! Это Арнак по своим гаммам цветовым! Это Люсин! Это Люсин просто нарисовал, потому что подумал, нам понравится, что она цветы тоже рисует! Потому что то, что она рисует, мы всегда спрашиваем, почему ты такие лица рисуешь, эти злые такие с лохматыми волосами! Что-то доброе нарисую! Она взяла два цветка для нас нарисовала! Это Бэк рисует! Он тоже что-то чувствует! И всегда говорит это random stuff! Что-то такое нечаянное, что прогрессует! Да! Это от подруги подарок от какого-то художника! Все, друзья-поварищи, я, кажется, иду, меняю мои панталоны! Одеваю что-то уже такое нормальное! И иду за пылесосом! Но сначала иду приношу пылесос здесь, перед глазом, чтобы не мешал! И очень тяжелый, нормальный! Но вряд ли это справился бы с большим ковром! С этим помою мой зеленый коврик, тоже сейчас принесу! Этот чистый, это почти не грязный, но поэтому тоже пройдусь! И еще хочу по креслам пройтись! И тому подобное! Все, убираю, забираю все, что здесь есть! И открываем, наконец-то открываем этот пылесос! КОНЕЦ КОНЕЦ